И я могу не поговорить. Мы готовили наших участниц. Мы проводили мастер-классы. Это бизнес-тренеры, ораторское мастерство, стилист и так далее. Очень было много направлений для того, чтобы женщина перед конкурсом подготовилась. Показать женщинам, что в наше время можно успевать все. Можно и построить семью, можно и построить карьеру, сделать свое дело, заниматься своими увлечениями. Выглядеть при этом еще прекрасно. Айсулу Койбагор – одна из финалисток. В свои 54 года она мама, бабушка и бизнес-леди. Все это Айсулу умеет правильно совмещать. Близкие друзья называют ее «женщина-праздник», поскольку ее бизнес-деятельность – это праздничное агентство. Я считаю, что именно в этом возрасте мы легко можем справляться с трудностями и вести бизнес. Потому что у нас, ну как в простонародье говорят, развязаны руки. То есть дети у нас уже выросли, они уже самостоятельные люди. Поэтому мы занимаемся бизнесом свободно, легко. Мой вопрос будет звучать так. Чему хотят женщины? Много зарабатывать денег или доказать кому-то, что это в мужском мире? Участницам предстояло показать свои визитки, в которых они рассказали о себе, ответить на ряд вопросов и продемонстрировать свои таланты. Организаторы конкурса считают, что все это важно, ведь бизнес-женщина должна быть прежде всего леди. Оценивала конкурсанта красносторонняя жюри. Это и заместитель Акима области Ерлан Куйшибаев, и гости из столицы, а также представители управления предпринимательства. Пригласили быть одним из членов жюри. Очень интересно. Конечно, я в таких мероприятиях. Я обычно служу здоровых мужиков, которые между собой соревнуются. Но прекрасный повод – это для меня первый опыт. Я буду, наверное, оценивать именно по своим чувствам. Как я чувствую, как мне будет казаться, кто лучше. То есть будет объективно и честно. Выбрать победительницу для членов жюри было нелегкой задачей. Но по сумме баллов лидером конкурса стала Анна Насигулина. Именно она получила главный приз конкурса – шубу. Также Анна поедет в столицу на республиканский этап конкурса представлять нашу область.